В отделение полиции Центрально-городского района города Горловки поступило сообщение от потерпевшей. В то время, когда женщина находилась в своем огороде, неизвестные повредили окно, проникли в ее дом и похитили имущество на общую сумму более 7 тысяч рублей. Злоумышленник был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Горловке прошел штаб с выездом представителей из Министерства строительства и ЖКХ ДНР в лице заместителя министра строительства и ЖКХ Виталия Кижаева. Представители всех коммунальных подразделений дали отчет о проделанной работе в городе, а также рассказали о самых острых проблемах, требующих помощи Министерства. Основные вопросы возникали по ликвидации разрушений вследствие регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Вследствие боевых действий в нашем городе повреждено 832 накруппортерных жилых домов коммунальной собственности. Из них 182 получили разрушение конструктивов. 7 накруппортерных жилых домов, разрушенные основательно, не подлежат восстановлению. В ходе собрания Виталий Федорович дал понять, что Министерство не останется в стороне и поможет нашему городу в решении восстановительных, ремонтных и прочих проблем коммунальной сферы. Продолжаем поздравлять и провожать во взрослую жизнь выпускников-медалистов образовательных учреждений города Горловки. На этот раз свои поздравления выразили представители администрации города, организовав небольшое праздничное мероприятие в честь ребят. 32 выпускника, кроме уже имеющихся золотых медалей, получили медали за усердие. Данную награду представители администрации вручали за особые достижения в различных сферах интеллектуальной и творческой деятельности. Будущих студентов также поздравили начальник управления образования администрации города Горловки и творческие коллективы города. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok